Выверенный стартовый удар, красный шар или биток ушел в лузу. Забивший игрок убирает любой белый шар и ставит красный биток в удобное для следующего удара с руки место стола. В этом важное отличие от динамичной пирамиды, от других разновидностей бильярда. Например, от московской пирамиды, где удар нужно наносить только из дома, той части стола, откуда пошло первое действие. Решающим фактором успеха становится умение забивать свои выигрышные шары. В игре все сильнейшие спортсмены региона. Самому юному Олегу Капустину 17 лет, ветерану бильярда Виктору Шабурову 58. Нравится эта игра, потому что она умная игра. И в то же время она физическую нагрузку дает. Тут нужно не только просчитать геометрию движения шара, но и выстроить правильно позицию, провести правильно удар. Острейшее соперничество и напряженный спор в поединке одного из лидеров омского бильярда Максима Кульбача и Александра Воронцова. Позиционная борьба, яркие серии точных ударов. Кульбач взял вверх благодаря безошибочному розыгрышу стандартных позиций. Уровень вырос и у любителей в том числе. То есть сейчас в принципе, если раньше это человека 3-4 были, которые претендовали на победу, то сейчас это в районе 10 человек может выиграть. То есть в принципе любой. Еще один фаворит турнира Максим Кухаренко выиграл важный поединок за счет точных ударов по чужим шарам. Так в динамичной пирамиде называется ситуация, когда оба соперника совершили промахи. И наступает момент, когда комбинации нужно просчитывать на несколько шагов вперед. Удары наносятся после действий соперника по чужим шарам. Игра такая динамичная сама по себе и требует частого забития шаров, скажем так. То есть есть игры, где можно по одному, по два забивать, а эта игра требует складывания шаров с кия, скажем так. Кто больше сложил, тот и будет чемпионом. Сражение в поединках за выход в финал. Увлекательная тактическая борьба, много сложных ударов, неожиданные результаты. Лучший игрок этой части турнира Иван Гусаров. Молодой бильярдист блеснул серией рисковых ударов с дальней дистанции. Забил, выиграл у Максима Кульбача со счетом 4-3. Получаешь удовольствие. Во-вторых, хороший опыт. От себя не ожидал таких результатов, но был настроен на игру. Показал все, что мог. Герой второго полуфинала Александр Сапунов. Спортсмен сделал акцент на тактику, на просчет ударов сотыгрыша. Выиграл у Александра Серикова финальный поединок. Александр Сапунов против Ивана Гусарова. Равное напряженное соперничество. Яркие серии на своих ударах. Три партии с минимальным разрывом 8-7. В решающие Сапунов вновь здорово использовал свои тактические наработки. Хорошо откатывал шары. Реализовал свои шансы. Победил со счетом 5-3. Сыграл более разнообразно. Забивал хороших свояков. Делал выходы. Ну и это принесло свои плоды. Ну, результат налицо. Отличные призы. Кубки, дипломы, медали. Бронзовые награды завоевали Максим Кульбач и Александр Сириков. Итоги чемпионата подвел один из организаторов соревнования Александр Иванченко. Сегодня в финале у нас встретились два игрока, на которых, в принципе, было, фактически не было ставок, скажем так. Это ребята, которые не так часто участвуют у нас на области. Они достаточно усердно тренировались перед этими соревнованиями. И, естественно, пошли в финал. Победит до этого хороших, очень сильных игроков, фаворитов нашего турнира. Следующий старт у ведущих омских спортсменов в чемпионате Сибирского федерального округа. Финальный турнир пройдет в конце апреля в Иркутске. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Максим Баринов. Антенна 7. Антенна 8.